Серия вторая у нас на сегодня. Педали нажали? О! Слуха им дали. Всё, правильно? Не забывайте, ребята, снизу, что всё торчало синим пламенем. Это ваше спасибо. Не забывайте. Поехали. Серия вторая. И вот пришёл морозный ноябрь. Но короткие дни были солнечными и яркими. И вот в предпраздничный вечер Иван затеял в своём флигеле генеральную уборку. Молчан по-прежнему не пускал его, даже на порог дома. Но Кудрину пока было не до пса. Не до этого всего. Уже в семь утра он заводил свой буран и отправлялся в тайгу родимую. Забот хватало. Лесники пилили сухостой, заготавливали мётлы из кустарниковой берёзки, строили новое зимовье. Шорох и какие-то неясные звуки снаружи заставили Ивана прервать своё занятие. И он открыл дверь и ступил за порог. И едва не упал на месте, споткнувшись о что-то тёмное. Молчан? Лесничий в изумлении склонился над псом. А тот лежал с неловко подвёрнутой передней лапой и смотрел на Ивана. Непривычно робко. Даже виновата как-то. Припорошенные инием ступеньки были испещрены пятнами крови. Кудрин осторожно поднял пса на руки и занёс внутрь флиеля. Пуля, выпущенная из карабина, она прошла на вылет. Видимо, прицел был неточен. Или в последний самый миг, почуяв беду, Молчан всё-таки успел увернуться. И свинец прошил мышцы груди. Выходное отверстие было небольшим, аккуратным, и Кудрин вздохнул с облегчением. Это ещё хорошо, что стреляли из нарезного оружия. Пуля гладкоствольного ружья такую дырищу разворотила бы. О-о-о, мама, не горюй. Так что, можешь сказать, что повезло. — Радуйся, Молчун, повезло тебе. И рана действительно затянулась быстро. Но Молчан твёрдо встал на ноги только после Нового года. Теперь Иван жил в доме Лесничего, потому что тонкие стены флигеля плохо держали тепло. А холода, сами знаете, холода здесь стоят хорошие. В тайгу Кудрин выбирался редко. Недалеко и ненадолго. На лыжах. Резиновая ленточная гусеница снегохода не выдерживала свирепых морозов и становилась хрупкой, и она прям ломалась на глазах. Потому и на лыжах. Молчана он определил в просторную комнату, которая служила конторой лесничества. Пёс лежал на подстилке возле круглой тумбообразной печки, окованной листовым железом, и, положив лобастую голову на лапы, он молча наблюдал за Иваном. Лесничий работал за огромным двухтумбовым столом, составляя отчёты в район. Различные справки, акты и прочие там бумажки. Иногда и вовсе ненужные, но создающие видимость кипучей каждодневной работы. Кипит. Работаем. Шверков, которому Кудрин сказал напрямую по-свойски, что он думает про вот эти вот все бюрократичные перепад-педвы подверты, тот только поморщился, будто съел лимонную дольку без сахара, и молча положил на стол перед Иваном целую кипу циркуляров. Разобравшись в них, Кудрин посочувствовал. Конечно, посочувствовал. Посочувствовал своему старому приятелю и мысленно поблагодарил. Оказалось, что Шверков немалую часть канцелярской работы взял на себя. Вот оно чего. Угу. Выручает брат. И тут. На вопрос Ивана, откуда он берет густо посеянную по многочисленным отчетам цифери, Шверков засмеялся и молча показал на потолок. Туда смотри. Отношения с Молчаном у Ивана до сих пор не складывались, и пес по-прежнему не признавал в нем хозяина, хотя и переносил уже терпеливо все медицинские процедуры. Притом с таким видом, будто он еще делает Кудрину одолжение. М-м-м. Ты посмотри. Но еду с рук не брал и никогда не ел в присутствии Ивана. Непримиримость пса временами вызывала у Лесничего даже раздражение. Но все же, по здравому размышлению, Кудрин признавался себе, что Молчан ему люб, как никакой другой пес до этого. А вечерами Ивана одолевала тоска. Никуда не денешься от нее здесь. Одиночество, которое еще совсем недавно казалось ему спасительным прибежищем от всех этих ваших житейских невзгод. Сейчас же это все... Вот оно. Получите, распишитесь. Сейчас это все неожиданно стало тягостным, обременительным занятием. Вот оно. Вот оно. Реальность. Кудрин с нетерпением ждал писем от матери. Они приходили не так часто. И Иван каждый вечер перечитывал по нескольку раз старые, которые бережно хранил в резной шкатулке в своем творении. С деда-прадеда еще в роду Кудряных ремесло резчика по дереву было очень большой чести. Вот в этой-то шкатулочке истории все он это и хранил. В одном из писем мать сообщила, что бывшая жена Ивана нашла себе уже третьего мужа, а шестилетнюю дочку отправила к своим родителям. Вот так вот. Приехали. В деревню отправила. И теперь она лишена возможности видеться с девочкой. Впрочем, и раньше как она, так и Иван виделись с малышкой не так уж и часто. В основном украдкой, благодаря расположению к ним воспитательницы детского садика. Вот такая вот жизня на уманья. И вот в очередной раз, прочитав письмо, Кудрин вдруг почувствовал себя настолько опустошенным и постарчески вялым, что он сегодня едва доплелся до постели. Проворочавшись до утра без сна, он поднялся совершенно разбитым и с твердым внутри решением, которое неожиданно потушило этот испепеляющий жар внутри. И вот, закрыв зеркало над умывальником салфеткой, Иван решительно направился в контору лесничества. Там, в большом металлическом шкафу, Именно там хранилось оружие. Тщательно, не торопясь, Он почистил карабин, Смазал затвор И вставил обойму. Он сел на стул, Снял носок с правой ноги И поставил карабин между колен Дулом кверху. Вот и все, Молчан. Вот и все. Молчан настороженно смотрел На Кудрина. И лесничий поймал его взгляд И слабо улыбнувшись. Он кивнул ему. Но тут пёс неожиданно вдруг вскочил И оскалил свои клыки. И шерсть на загривке Молчанов стала аж дыбом. И Иван только поёрзал, Устраиваясь на стуле поудобней. И он нащупал Пальцами босой ноги Этот спусковой крючочек. И вдруг яростный рык, Именно рык, Босовитый и хриплый, Вырвался из горла Молчана. И Иван от изумления аж вздрогнул. И, не верясь своим ушам, Он уставился на пса. А, великий мальчальник подал голос. Впервые слышу. Но пёс рычал, Не переставая. И временамо в голосе Молчана Появлялись какие-то иные совсем нотки. Они были более мягкие, Прям шепчущие, Будто он пытался что-то сказать. И тут Кудрин почувствовал, Как больно сжалось его сердце. И эта горячая волна Прокатилась по всему телу. И глаза сами по себе Увлажнились. И больно-больно, До крови, Прикусив нижнюю губу, Иван как был Простоволосый И в одной футболке, Так и выскочил босиком На крыльцо. И эта гулкая эхо выстрелов Взломала утреннюю тишу И покатилась, Теряя силу По застывшему подо льдом Речному плёсу. И когда прибежали Разбуженные выстрелами Фефа и Гараня, Полураздетый Кудрин Уже сидел на крыльце И гладил молчана, Который чуть-чуть Еле слышно урчал И недоверчиво косился В его сторону. Дверь в дом была распахнута, И тёплый воздух, Вырываясь наружу, Колебал эту стылую Рассветную синь. Зима окончательно отступила Только в начале мая. Молчан давно уже выздоровел, И опять к большой досаде Ивана Он стал избегать его. Он сутками пропадал В этой тайге. Правда, теперь от еды Он не отказывался И изредка позволял Кудрину погладить себя. Но видно было, Что ласки лесничего Особого удовольствия Ему не доставляют. И вот как-то вечером, Когда Иван стряпал ужин, За окном раздался Испуганный женский крик. Лесничий опрометью Выскочил на крыльцо В клеенчатом переднике И вскухонным ножом В руках. А у ворот, Загораживаясь Хозяйственной сумкой, Стояла его попутчица Валентина. А на нее, Скаля зубы, Угрожающе надвигался Молчан. — Уберите! Уберите эту зверюку! Взмолилась она И начала потихоньку пятиться. — Молчан! Свои! — Неуверенно, Сказал Иван, Не надеясь даже На положительный эффект. Потому что до сих пор Пес не реагировал На его команды. Ну, никак. Но! Произошло удивительное дело. Молчан послушался. Он спрятал свои клыки. Посмотрел так На лесничего. Как тому показалось Неодобрительно И неторопливо Потрусил К сарайчикам. Уф! Валентина, Не спускаясь с него глаз, Бачком-бачком Прошла по дорожке И прям сбежала На крыльцо. Ну и тигра, А не пес! Так и родимчик Может приключиться С испугу. Здрасте! И протянула руку. Добрый вечер! Смущенный Иван Едва не уронил нож И крепче, Чем следовало бы, Пожал эту узкую ладонь Этой женщины. «Ой!» Схрикнула она. «Ну и силища!» В восхищении округлило глаза. И Кудрин окончательно сконфузился И в ответ только Пробормотал что-то не очень Вразумительное. «И долго мы вот так Здесь будем стоять?» Лукаво Пришурилась Валентина «Может, Хоть в дом пригласите?» «Проходите, пожалуйста!» Спохватился Иван, Пропуская ее вперед. А сам тем временем Лихорадочно пытался Распустить завязки передника. «Как у вас тут чистенько И уютно!» Видно было, Что эта женщина приятно удивлена. «Стараюсь!» Не нашел ничего лучшего Ответить Кудрин И украдкой запихнул Передник за шкаф. «Что-то подгорает!» Валентина показала На дверь кухни. Сковородка с жареным луком Уже дымилась вовсю. И Иван в попыхах Схватил ее голой рукой И обжегся, Но не выпустил И поставил на кухонный стол. «Можно я вам помогу?» Спросила Валентина И, не дожидаясь ответа, Принялась хозяйничать. Она доварила борщ, Приготовила поджарку, Которая как раз поджарилась. Мясной салат сделала И даже помыла посуду. Кудрин только смотрел, Ошеломленный непринужденностью, С которой Валентина Распоряжалась в его Холостяцкой-то обители. Прям в столовке какой! А она, как ни в чем не бывало, Достала из своей сумки Банку маринованных помидоров, Эмалированную мыску С солеными груздями, Пышные пирожки С брусничной начинкой, Кусок копченой колбасы И небольшой тортик даже. И накрыла на стол. И, водрузив посредине Бутылку коньяку, Сказала, «Ну вот, чем богаты?» Да вы садитесь, садитесь, Не стесняйтесь. Будьте как дома И рассмеялась грудным смехом. «У меня сегодня праздник, День рождения. Одно и скучно, Ну вот, я и это...» «Вы не обижайтесь За такое нахальное вторжение, Ладно?» «Я...» «Нет...» «Что вы?» «Поздравляю!» Церемонно склонил голову Иван. «Извините, но подарка у меня никакого. Как-то все так неожиданно. Лучший подарок для женщины Это доброе, ласковое слово. И внимание!» И она снова рассмеялась, Это Валентинка. И уселась за стол. «Начнем?» Иван выпил самую малость, Но, к своему удивлению, И захмелел. Сразу же. Ему пришлись по вкусу Эти пирожки с брусникой. И он ел их, Да и нахваливал. Ел, ел и нахваливал. Валентина, подперев голову кулачком, Весело смотрела на него, Как тот намынает. С загадочно прищуренными глазами. «А у вас что? У вас разве нет друзей?» Осторожно спросил ее Кудрин. «Ну, как вам сказать?» И поскучнела тут Валентина. «Не то чтобы...» «Так, бабы. Надоели. Шестой год живу вот уже здесь. Одни и те же лица, Одни и те же морды, Одни и те же разговорчики. Вы сами видели, Что клуб у нас полуразвальный. Кино крутят раз в неделю. А картины в основном типа «Наш паровоз вперед летит». И все в таком роде. Где только такие вообще Ухитряются там откапывать. А телевизор... Телевизор у меня не работает. Мастера из райцентра Не дозаверся. Вот так и живем. Взбеситься можно. «Не-да. Хорошего мало», Согласился Иван. И, вспомнив свое, Он сразу же нахмурился. На Валентина, Уловив перемену в его настроении, Пытливо заглянула в душу. Прям в глаза. «А я приходила к вам под Новый год. Хотела пригласить в нашу компанию. Но, увы, дом был на замке». «Да, я ездил в райцентр. К товарищу», Объяснил Иван. «На два дня». «К товарищу?» И Валентина поправила волосы И лукаво спросила. «В юбке?» «Нет, нет, что вы». С неожиданной для себя горячностью Стал отнекиваться Иван. И чтобы как-то скрыть смущение, Которое вновь овладело им, Кудрин в свою очередь задал вопрос, Давно вертевшийся на языке. «Валя, а ваш муж-то где?» «Там». Неопределенно махнула она рукой. «Где-то на материке». «Не интересовалась». «Как так-то?» «Ах, долго рассказывать. Да нечего слушать. Обычная история». Горькая складка легла на ее высокий лоб. «Колыма, будь она неладная. Приехали сюда денег подсобирать На кооперативную квартиру. М-м-м, мечтатели. Еще те. Появились деньги. Зарабатывали неплохо. Вначале дали нам комнатку В семейном общежитии. Потом квартиру в бараке. И жить можно стало. А потом... В кармане не пусто. Червонцы шелестят. Да, а в магазине водки Хоть запейся. Опять же, дружки, корешки. Пьянь-рвань залетная. И все. Пошло-поехало. Аж до белой горячки. Угу. В общем, вместо цветущей жизни В будущем, О которой было столько вот Говорено-переговорено С моим ненаглядным. И тут в голосе Валентины Зазвучали совсем злые нотки. Остались мы оба У разбитого корыта. А он уехал. Точнее, в шею я его вытолкал. А я Ни вдова, ни девка. Кручусь. Теплицу вот завела. Кур держу. Деньгу зашибаю. А кому? Зачем? Детей нет. А мне много ли надо? Эх, Тону его все. Неладно. Ивану было искренне жаль Ее. Да уж. И Валентина Чуть-то пригорюнилась. Может, еще чуток. Потянулся за ее рюмкой Иван. Хватит. Спасибо. И она вдруг схватила его руку И заговорила быстро, сбивчиво. Вы не подумайте чего. У меня правда день рождения. И если честно, это был еще и удобный предлог Встретиться с вами. И все как есть. Рассказать. И Валентина запнулась, подыскивая слова. В общем, слышала я недоброе. Наши мужики недовольны вами. Ну, за это все. За вот это. То, что вольница их закончила, все. И что нельзя в тайге промышлять. Как прежде. Браконьерствовать нельзя. Все. Позакрывали. Так что Постерегитесь. Прошу вас. Народ у нас разный здесь. А уж если выпьют, так вообще Никакого сладу. Они на все способны. Они грозились мне. А тайга хранит тайны крепко. Ельмаков был такой же. И Кудрин проводил Валентину до околицы поселка. Распрощались они суховато, как-то сдержанно. Валентина была непривычно робкая, неразговорчивая. А у Ивана под впечатлением ее предупреждения и вовсе пропала охота вообще о чем-либо говорить. Он поверил ей сразу и не стал ни о чем расспрашивать. Даже о Ельмакове. Хотя складывалось такое впечатление, что она кое-что знала о тех событиях, связанных с его гибелью. Больше, нежели про то было известно другим. И вот Кудрин шел обратно, не спеша, и вспоминал прошлую субботу. Тропинка над озером уже просохла, и он вышагивал спора, даже не глядя под ноги. Где-то рядом, в зарослях, неслышным призраком бежал молчан. И Иван радостно улыбался. Пес наконец-то привык к нему. И теперь везде, вот, его сопровождает. Правда, пока таился, старался не показываться на глаза, что не всегда ему удавалось. Кудрин был опытнейшим следопытом. Но его незримое присутствие Иван ощущал на каждом шагу. То на тропу заяц выметнится, то рябчик взмоет свечой и сядет на дерево к пределах выстрела. Однажды, ломая кусты, прямо на него вымахнул перепуганный лось. А-а-а, молчан, ходит, бродит. Это была работа молчана, великолепного охотничьего пса. Видимо, он очень удивлялся, почему Кудрин не стреляет. Почему? Ведь я же работаю. Вон, прямо на него все выпускаю. Почему не стреляет? И вот, наконец, тропинка вывела Ивана на открытое место, где кончался лозняк, и белела крупная галька на берегу. Здесь в озеро вливался неширокий ручей, через который было перекинуто бревно. И тут Кудрин в удивлении замер. Прямо на его пути стоял молчан. Едва лесничий шагнул к нему, как пес сразу же угрожающе оскалил зубы. Что это с ним? Недоумевал Иван. Не пускает? Странно. Ладно. Обойдем тебя стороной. И он свернул с тропинки. Аймолчан тем временем разгребал лапами прошлогодние листья. И только когда, наблюдавший за ним Кудрин, увидел присыпанную песком и каменной крошкой цепь, стало понятно недружелюбное настроение собаки. Кто-то насторожил капкан прямо на этой тропинке. — Зачем? Молчан, поняв, что лесничий заметил эту коварную ловушку, скрылся в зарослях. Кудрин нагнулся и потянул за цепь, которая была захлестнута вокруг дерева и заперта скобой с двумя болтами, и покачал головой. Капкан был самодельный, просто устрашающих размеров, с острыми зубьями, на створках. И он сразу же представил на миг, что случилось бы с его ногой. — Не будь молчана! Такие медвежьи капканы, они легко дробят кости. И аж содрогнулся при виде этого. Иван освободил пружину, и акульи челюсти ловушки с шлязгом мах и захлопнулись. И он оттащил ее подальше, к кустам, и уже было направился дальше, как вдруг раздался резкий хлопок, будто неподалеку хлестнули пастушьим кнутом. И уже падая на землю, Кудрин услышал зудящий голос пули. По-пластунски, уползая в заросли, он машинально отметил, что стреляли из малокалиберки. Но патрон был с усиленным пороховым зарядом, потому что звук выстрела был более густой, басовитый. А стрелок, похоже, таился на противоположном берегу озера. Осторожничая, Иван пролежал без движения минут пять, наблюдая за прибрежными зарослями. Что это было? Случайный выстрел? Вряд ли. И он вспомнил о капкане. — Значит, кому-то я стал поперек дороги. В субботний день Кудрин возвращался домой раньше обычного. На душе было как-то муторно. Поразмыслив, он решил, что и капкан, и выстрел — это предупреждение. Возможно, первое и последнее предупреждение. Озеро в том месте суживалось метров до пятидесяти, и хороший стрелок из мелкашки, даже без оптики, мог запросто продырявить ему голову. Мог, но не захотел. Попридержался, что ли? А надолго ли? Лето выдалось знойным, сухим лето. Кудрин забыл, что такое нормальный сон. Он похудел, потемнел от копоти пожарищ. Но не было недели, чтобы на его участке не горела тайга. Жгли ее и любители воскресных пикничков. По небрежности. И сенокосчики, заготавливающие сено для нуст животноводческого совхоза. Люди в основном случайные, бесшабашные, которые по пьянке устраивали кострища огромных размеров. А ведь достаточно было только искры, чтобы валки скошенной травы вспыхнули, как тот порох. И все. И покатилося. Понеслося. Издерганный начальник райлесхоза Шверков выглядел не лучше Ивана. У него тоже все горело. С иним, пламенем. Районное начальство настоятельно требовало наказать. Не родивались ничего Кудрина. Пожароопасная обстановка была почти по всей Колыме. Но горела тайга в основном только и только на участке Ивана. Теперь Шверков наезжал в лесничество едва не через день и отводил душу наедине с Кудриным. Он ругал нехорошими словами вся и всех. Козла отпущения ищут, кричал он, грохая кулаком по столу. А дудки им, дудки, просил, умолял, дайте разрешение на летний период перекрыть сюда дорогу всем праздношатающимся. Не, говорил же, выделите усиленные наряды милиции, ГАИ. Помогите с техникой для пожаротушения и тить колотить. И что? Шо, воно, шо? Все. Даже пальцем никто не пошевелил. Мол, крутись сам. Как знаешь. Вывертывайся. Угу. Убеждал. Затраты на все эти мероприятия мизерные, просто ж, ну, по-поп. По сравнению с теми миллионами, которые у летующего поцелу потом вот это с дымом. Народное добро гибнет. Помогите. А мне в ответ, шо? Ага. Вот то, капшо. Не паникуй, трудись. И вообще нужно правильно понимать текущий момент. Не твоя тайга сейчас главная. Все, всего-то делов. Ты бы, говорят, лучше порядок навел в своем хозяйстве с кадрами там. И твоего имя кого склоняют? Эх, Иван, Иван, дернуло тебе нелегко этих паразитов с прокурорским карабином прихватить. Где прокурор? В область перевели, на повышение, все, ценный кадр. Выговором только отделался, всего-то и делов. А шо такое выговор? Блошиный укус, так, комарики на воздушном шарике. Местное покраснение с легким зудом. А те молодчики шо? Все, штраф заплатили, и все, и все. Гуляй, Федя. Вот так-то. Такая жизня. Запыхавшийся гараня, оставляя своими болотками грязные следы по полу, ввалился на кухню, где Иван затеял стирку. Там, 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 выпалил он, тяжело дыша и вытирая пот с лица рукавом засаленной штормовки. Что там? Спросил Иван, брызгливо отстраняясь от него. Обгорание неслось и в ухо. Опять пожар? Не-а! Брахоньеры! Лошиху забили! Где? Иван стал торопливо надевать рубаху. Возле солейной дайки. Кудрин очень хорошо знал это место. Раньше там был богатый прииск. Но запасы истощились, старательская артель перешла на другой участок, и выработки заросли кустарниками. Та, повяли помидоры. Соленая дайка находилась в часе быстрой ходьбы от лесничества. Таежное зверье, в особенности лоси и олени, очень часто посещали заброшенные выработки. Их влекли туда выходы. Тех самых солонцов. Соль. Вскрытые во время промывки золотоносных песков. Браконьерам про то известно было не хуже, чем таежной живности. Но промышлять на соленой дайке редко кто осмеливался. Это было чересчур близко от поселка, и спрятаться в случае чего особо негде здесь. Вокруг голые холмы отвалов и лиственничное редколесье, которое насквозь просматривалось. Кто бы это мог быть, просто недоумевал Иван. Местные? Вряд ли. А чужие больше вглубь тайги забираются. Под перевал идут. Повыше, потянув голенище резиновых болоток, он едва не бежал по руслу мелководного ручья. Решил пройти к соленой дайке напрямик, что сокращало путь почти вдвое. На прямки пошел. Не узнал, кто? На ходу спросил Иван у гарани, который пыхтя шлепал сзади. Я близко не подходив. Я побоялся. В голосе гарани слышались виноватые нотки. Хм, неужели? И Иван его пожалел. Гарани был существом добрым, безотказным. Им помыкали все, кто хотел здесь. Недоучившийся студент технического вуза, несостоявшийся актер провинциального театера. Он попал на Колыму волей случая. Его сманили подвыпившие старатели-отпускники, посулив полный карман денег и вольную жизнь навкруги. Вот они, золотые горы. А, да. Первый сезон удача побаловала его, действительно. Гарани получил при расчете 12 тысяч. И вот был в теплые края в радужном настроении. И с намерением купить Жигули. В то-то времечко-то. Но домой он так и не доехал. В Москве у него оказалось неожиданно много дружков и приятелей. Налетели, как те, мухи на мьет, которых он недели две кормил, кормил, поел и кормил за свой счет. Притом еще в лучших ресторанах столицы. И вот однажды после очередного загула Гараня проснулся в медвытрезвителе без гроша в кармане. Пропали также аккредитивы и документы. Все пропало. И пока выясняли его личность, Гараня в течение месяца подметал улицы Москвы. А куда ему деваться? А затем дней двадцать ночевал на вокзалах, дожидаясь денежного перевода на обратную дорогу и хотя бы на пропитание. Его выручил председатель старательской артели, а не те самые дружки. Выручил председатель, которому подобные просьбы его шальной братвы были не в диковинку. Не раз такое случается. Надо помочь. На втором заходе везение оставило Гараню, и артель прогорела. Все. Дубль два. Дабл трабл. И денег выдали только на билет в места цивилизованные. Вот она. Целевили. Целевилизация. Из горя Гараня даже и их пропил. И остался на Колыме в зиму без крыши над головой и даже без средств к существованию. И именно так он и прибился к этому самому лесничеству. Жить было где, но зарплата, пусть и небольшая, но регулярно. Работа такая, что не перетрудишься здесь. Особенно в зимние месяцы, когда из-за сильных морозов нельзя даже нос высунуть наружу. Над заброшенным привязком гулял низовой ветер, закручивая среди серых конусных отвалов пыльные столбы. — Ну, куда дальше? — шепотом спросил Иван. — Туда. Там, вани. Показал дрожащей рукой Гараня в сторону зарослей, где виднелся длинный скособочившийся барак. Без крыши. За ним. О, там. И его лицо покрылось пятнами лихорадочного румянца. А глаза воровато бегали, избегая смотреть на кудрина. За бараком горел небольшой костер. Освеженная туша уже была разрублена на куски, и стоящий спиной к Ивану человек высокого роста неторопливо складывал мясо в мешки. У костра, свернувшись калачиком, лежал еще один. Видимо, он спал. На огне шкворчало мясо, нанизанное на вертел, который был закреплен между рогульками. Мельком подивившись такой необычной медлительности и беспечности браконьеров, Кудрин, держа ружье на изготовку, быстро перебежал к бараку, прячась за стенками промывочных сооружений, и пошел вдоль бревенчатой стены, намереваясь подобраться незамеченным как можно ближе к костерку. И тут, прямо над головой Ивана, на перекрытии барака что-то затрещало вдруг, и посыпались прелые опилки, и сверху на него обрушилась тяжеленная масса. И Кудрин упал, но тут же рывком перекатился на другой бок, и снова рухнул на землю, с ног до головы, опутанный крепкой рыболовной сетью. Попалась рыбеха! И вскоре он был спеленат, как тот младенец, и лежал, уткнувшись носом, в эту пыльную траву. На! Как дышится? Привет, начальство! Раздался чей-то очень знакомый голос, и сильные руки перевернули Ивана на спину. Хлобысь! Над ним подбочинясь и зло ухмыляя стоял Тенгиз Мириков, а из-за спины у него выглядывало тупое лицо Коробочки. Ну что, законник, допрыгався? Продолжал Мириков. Как мы вас, а? И рассмеялся торжествующе. Я тебя, дорогой, предупреждал, что мы еще встретимся. Что, молчишь? Не рады? Вижу, вижу. Или шарики за ролики заехало? Ой, блин, сын! И он сильно пнул Ивана носком сапога. Ничего, позже я поговорим. Мясо готово там, и он обернулся к коробочке. Давно пожуем? Хм, само собою, тащи водку. Эй ты, хмырёнок, вали сюда! Позвал Мириков кого-то. Кого-то позвал. И к костру, склонив голову, и, шаркая сапогами, подошел, кто бы вы думали, подошел Гараня. Ах, ты молодец, кацуа! Ах, молодец! Похлопал его по плечу Мириков и захлебнулся неожиданным смехом. Ха-ха, кацу! Ха-ха-ха! Ах, кацуа! И, насмеявшись вдоволь, он сунул в руку Гарани несколько червонцев. На, ты свою задачу выполнил. Доставил нам его в лучшем виде. Садись. Обмоем сейчас это дело. Безмолвный Гараня покорно уселся и жадно схватил наполненный стакан. Эй-эй! Затормошил спящего коробка. Проснись, кулема! Оставь, Фэфу! Поморщился Мириков. Он не в курсе дела. Пусть отдыхает. Лишний свидетель нам ни к чему. Просто пораженный услышанным, Кудрин едва не застонал от бессильной ярости. Значит, Гараня заманил его в ловушку, как того зверя. А ведь этого Иван даже предположить не мог. Ну, попили, поели. Пора и... И Мириков остро взглянул на захмелевшего Гараню. — Останешься здесь. Жди, пока не проснется Фэфа. И уходите отсюда, в лесничество. Лишнего не болтайте, а не то. И он легонько кольнул Гараню охотничьим ножом. — Сам знаешь, я шутить не люблю. И Гараня аж сдрогнул, отшатнулся в сторону и жалобно сморщился. В его глазах действительно плескался страх. — Вот это и оно! Довольный Мириков спрятал нож и встал. — Мешок мняса ваш. Остальное спрячьте в бараке. Вернемся? Заберем. — Петран, развяжи начальнику ножки. Коробка и Кая снял с Ивана сеть и распустил тугие узлы. — Вставай! И он помог Кудрину подняться. — Пошли! И потянул его за собой. — Куда? — Потом узнаешь! Коротко бросил Мириков, закидывая за плечи ружье Ивана. — Что вам от меня нужно? — Придем на место. — Расскажу. — Какое еще место? — Интересное! — дернул черным усом Мириков и криво ухмыляясь. — Поспешим. Время не в обрез. — А если я не пойду? — Ха-ха-ха! Тогда мы тебе в сапоги угольков подсыплем. Неперимиримая жестокость аж засветилась в этих темно-коричневых глазах Мирикова. — Побежишь, как молодой оленюка! И Иван смирился. А что он мог сделать? Безоружный, со связанными руками. И им овладела апатия, безразличие. Медленно переставляя ноги, он поплелся вслед за коробкой. А Мириков шел сзади. Проходя мимо костра, Кудрин поднял глаза на съежившегося гараню. — Спасибо тебе. За все добро отблагодарил. — Угу. — Хмуро сказал Иван. — А я и не думал, что ты Иуда. — Иди, иди! — подтолкнул его в спину Мириков. — Путь не близкий. Хребет вздыбился над ними выветренными светло-коричневыми глыбами, одетого в мхи или шайники камня. Они забрались на высокий скальный выступ. Круто обрывающийся вниз, прямо к речной долине. Под уступом среди кустов рассыпались острые каменные обломки. Неширокая площадка, на которой они стояли, поросла жесткой травой и карликовыми деревцами. — Все, прибыли! И Мириков закурил. — Что вы надумали? — спросил Иван. — Долг вернуть. И хищно ослабился Мириков. — Надоел ты всем, начальника. — И по-хорошему с тобой тоже не получается. — Поэтому пеняй сам на себя. — Понятно. И Иван почувствовал, как мертвящий холод вдруг сковал сердце. — Снизу вверх. — Ну, вот и хорошо, шо ты такой понятливый. И снова покрывил губы Мириков. — Думаешь, что никто ничего не узнает? Все будет шито-крыто? — Ошибаешься. — А в тайге всякое случается. И Мириков докурил папироску и спрятал окурок в карман. — О, там! И он показал куда-то вверх. — Там лежит подстреленный нами баран, толсторог. — Утром для тебя старались. Свеженький лежит. — Полезешь доставать? — И все. И все. — Шкареберть. И он снова складывался. — И все. — Несчетный случай. — С такой высоты свалится все. Костей не соберешь. И он посмотрел на каменный россыпь у подножия уступа. — Запугиваешь, гадина? — думал Иван, напрягая мышцы рук. Он пытался незаметно, но все-таки ослабить хоть чуть-чуть эти проклятые веревки. — Хочешь, чтобы у ног твоих ползал? — Пощады просил. Поизгаляться надумал напоследок. — Эх ты. — Найдут вас, Мириков, как и есть найдут. — И выйдет тебе вышка вместе с Петраном. — Наши с тобой отношения известны всем. Так что в первую очередь за тобой кинутся, и ты не отвертишься. — А глупый ты, оказывается, как той Ельмаков. Тот тоже с дурной головы взлетел высоко. — Да приземлился очень неудачно. — И, как ты знаешь, все в ажуре. — Все. — Он сам виноватый. — Не ходи над обрывом. Не ходи. У него гранитный камушек в груди. — Да. — А ведь и его же тоже предупреждали. — Ну, не беги ты впереди, батька, в пекло. Не беги впереди паровоза. А то сомнет. — Значит, это вы и Ельмакова тоже? — Эх вы, ублюдки. Ненависть переполняла Кудрина. — Давай-давай. — Отведи душу. И Мириков подошел к нему вплотную. — Ты с кем надумал вот это тягаться, а? — Кто ты есть? — Ты кто такой здесь, а? — Ты? — Гвинтик без болтика. — Ты против кого поишел? — Какие люди из тебя едва не пострадали? — Ты хоть знаешь, ты? — Большие люди. — И ты думал, шо? — Вот так тебе вот это все обойдется, что ли, а? — Шо? Твоя сверху? — Чи шо? — А? — На закон надеялся? — Да? — А я тебе покажу, какой закон. — Они сами там законы пишут, они сами там все утверждают. Для нас с тобой. — Понял? — Да. — Молчишь? — Не хочешь слухать? Разгорячившись, Мириков заговорил с акцентом. — Кончать тебя будем. — Не плюй против ветру. И Иван изо всей силы пнул его ногой пониже живота. — Как есть пнул. Нажал на кнопочку. И, согнувшись, Мириков отскочил в сторону. И как же стонает! Коробка от нежности ожойкнул и попытался ударить Кудрина прикладом карабина, выдавшего виды с расколотым цевьем, пролежавшего, наверное, не один год в тайнике. Ну и Иван увернулся и стукнул его носком по коленной чашечке, прямо куда надо. И коробка, хромая, бросился наутек. Кудрин с остервенением дергал руками, пытаясь освободиться от этих веревок. И это ему почти удалось. Но тут сбоку с диким гортанным криком налетел Мириков. И Иван упал. — Куда? Как заряд он вслед коробочке! Взбешенный Мириков, как той Мадведь! — Назад, паскудник! Заражу! Кудрин отбивался, как мог. На него посыпался град тяжелезных ударов. Подоспелый, совсем потерявший голову, коробочка. — Размажу по каменюкам! — рычал в выступлении Мириков. Целись своими кулачищами в лицо, в лицо, в морду Ивана. Коробка только сопел и молотил, почему попало. Неожиданно он дико завопил и рухнул, как подкошенный. Мириков, который успел вытащить нож, в ужасе вытаращил глаза на своего напарника. Огромный черный пес, похожий на чудовище из кошмарных снов, Оседлал коробку и молча, молча рвал длинными клыками его шарф, добираясь до шеи. Ба-а-а! — ревел, как тот бык на бойне коробочка. Изловчившись, Иван попытался выбить ногой нож из рук Мирикова. Но тот оказался проворнее, смертельная хватка. Отшатнувшись, он оскалил по волчьей зубы и ударил кудрина ножом. И эта боль затуманила сознание. И Иван громко вскрикнул и сразу же паник. И остервеневший Мириков замахнулся еще раз. Но тут, молчан, оставив распластанного коробку, Черной молнией метнулся к нему и грудью сшиб на те камни. Мириков ударил его ножом. Раз. Другой. И захрипел страшно. Челюсти пса сомкнулись у него прямо на горле. Иван застонал, пошевелился и открыл глаза. В левом плече словно торчал раскаленный гвоздь. И боль пульсирующими волнами вливалась прямо в мозг. Ручейками. Скрипнув зубами, кудрин сел. Сел все-таки. Неподалеку, схлипывая и охая, ворочался коробка. Мириков так и лежал неподвижной, кучей дерьма, Уставившись стекленеющими глазами в высокое, чистое небо. А пес, оставляя на примятой траве кровяную дорожку, Пытался подползти к своему лесничему. Молчан. И в горле у кудрина вдруг запершило что-то. И он едва сдерживал слезы. «Живой! Продержись! Продержись немного! Я сейчас!» Превозмогая боль, он, наконец, освободился от веревок И, зажимая рану на плече, поспешил к собаке. «Потерпи! Потерпи!» «Ну ты уж потерпи, чуток!» Иван достал инт-пакет, который носил в кармане куртки на всякий случай, Индивидуальный пакет, и принялся перевязывать молчана. Пес тихо поскуливал и даже лизал ему руки. А тем временем коробка поднялся на ноги и поковылял, Все убыстряя и убыстряя шаги, аж засверкали, И часто оглядывался к спуску в долину. В его мутно-голубых глазах застыло выражение тупого недоумения, Боли и ужаса. Испоткнувшись о камень, Он вдруг упал И с криком покатился вниз. Иван завернул молчана в куртку И привязал к себе оружейными ремнями. Рана в плече, которую он перебинтовал разорванной на полосы майкой, Она все еще кровоточила. Но боль поутихла вдруг. Только левая рука отяжелела И стала непослужной. Ничего, ничего. Дойдем. Нам обязательно надо дойти. И Кудрин ласково погладил молчана И, опираясь на ружье, Стал спускаться по поружестому склону в урочище. Туда, где серебряной нитью Прошил свежую весеннюю зелень Быстрый горный ручей. Автор Гладкий Виталий Дмитриевич Оригинальное название Молчан Я бы назвал Молчун. Как-то звучит лучше, что ли? Молчун. И концовочка При чем здесь этот ручей? Туда-сюда? Что-то как-то это. Ну, лично меня Что-то не это. Как-то это. Хочете, придумайте сами. Правильно? Вот так вот. Пишите ваши рассказы. Присылайте. Озвучим. Вот так. Да, ребята. Очень мне интересненько. Интересненько. Прям вообще шедевер, шедевер. Шедевер коротенький. Шиверы-шедеверы. Правильно, ребята? Не забывайте ставить ваши лайки, ваши педали снизу, чтобы все торчало доверху. Чтобы все было хорошо. Чтобы всем все было хорошенько. Все нормально. Да. Да, ребята. Не забывайте. Все наши книги находятся под видео. Под каждым видео. Снизу в описании есть ссылка. Усе аудиокниги. И ссылка синяя. Нажимайте. Там целая библиотека наших рассказов. В избушечке. И все они идут один за другим. Так же, как и это. Я сейчас их упорядую, что они будут идти один за другим. Один закончится, включится автоматически следующий. Спасибо за то, что делитесь рассказами. Не забывайте меня. Заходите в избушечку. Я тут сижу днями и ночами. Ждю вас. А вы вот это так мало приходите. Мне не вот тут. Поняли? Вот так вот. Заходите почаще. На огонек. Ты, старичок. Пошли на пикничок. Понял? Ага. С вас меня чай. А с меня чай. Так нормально будет? Да? Вот так. Нормалек. Что еще хотел немножко обсудить. Я слышал про этих браконьеров. И здесь тоже. Ну, правда, так это было очень скользко здесь описано. То, что они прям разрубали. Что там был лось или что? Не освежевали. Даже не выпускали кишки, как я понял. Хотя... Ну, и просто рубали кусками. Дрыш-дрыш-дрыш. Рубали кусками. И все. Прямо с кожей, с мясом и всем. Ну, я так понял. Ну, насколько я знаю, что хотя бы кишки спускают. А все остальное, да, уже рубают. Даже с этим си шкурами. Оно замерзает. И как бы так очень просто. Не надо там ничего разрезать. Это как бы такой прям вообще поток поточный. То есть ты с собой взял. И там уже, когда уже оно размерзнет, уже можно уже. Кому надо мясо, тот уже разделает как надо. Вот такой подход я тоже где-то слышал. Про медведей, по-моему, так рассказывали. Что медведей так истребляли. Или те же лосей. Где-то я видел. Я видел даже какие-то прям залежи такие. То ли это было где-то в пещере. То ли в горах. Ну, как вот мы про золото деда. Помните, там вниз заходишь. У него прям вообще холодильник. Вот я видел такие большие залежи. И там прям это мясо, мясо этого мяса вообще не счесть. Ну, там прям и хранили. И сколько там оно может храниться. Это вообще одному только Богу известно сколько. Да, но правда там они были разделаны. То есть, кожа снята, да. И разделаю как надо. Ну, то есть, наловил сколько надо там. Только чтоб доступ был. И чтоб побольше было. Так быстрее. Я так просто понял. И из-за этого потому так и делают. На поток ставят и все. Вот такой у нас была собака. Такой был Молчан. И если это действительно волкодав или там очень верная собака. Я ставлю под большим вопросом то, что собака признала нового хозяина. Почему-то я вот так. Хотя я не раз видел случаи. Даже это, я скажу, это была немецкая овчарка. Когда старую овчарку просто, ну, хозяин, выйти, ну, что-то случилось. И так, ну, в общем, взяли. И она, да, она признала нового хозяина. Это я видел, действительно, это было. Может быть, это было не так, конечно, как впервые в жизни своего первого хозяина. Но она признала, что это хозяин. И было все очень даже хорошо. Может быть, как раз это и тот случай. Но если это боевая собака. Вот возьмите лайку. Прям рабочая, боевая. Вот здесь вот я в этом плане сомневаюсь, что вот как бы вот это проблема. Поправьте меня, кинологи, если таковые есть. Это просто мое субъективное мнение. Вот так вот. А на сегодня что? А на сегодня все. Покеды. Услышимся уже. Когда завтра ставьте ваши колокольчики. Проверяйте. Когда только стоит колокольчик, справа подписаться. Все. Стоит уведомление. Только тогда вам приходит уведомление. Только тогда вы ничего не пропустите. Заводите будильник. Покеды. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...